Глубоко уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать на ставшей уже традиционной сессии по онкопсихологии. Эта сессия проходит в рамках конференции по реабилитации. Это уже третья конференция по реабилитации. И мы эту конференцию проводим совместно с главным специалистом Галиной Евгеньевной Ивановой, которая подчеркнула важнейшую роль и место онкопсихолога в мультидисциплинарной команде. И за то время, которое прошло, ровно за год, мы сделали колоссальную работу. Мы в рамках нашего института, в рамках тех организаций, которые работают совместно с институтом, подготовили руководство по онкопсихологии. Учитывая, посвященное 90-летию нашего института, по всем буквально направлениям такое руководство было подготовлено. И в рамках этого руководства мы постарались осветить ключевые вопросы, общие вопросы, вопросы, касающиеся индивидуальных локализаций и аспектов, касающихся онкопсихологии. И вот сейчас мы видим на экране, да, но скоро увидим на экране само руководство, которое подготовлено в соавторстве с Валентиной Алексеевной, с рядом ведущих специалистов, онкологов, психотерапевтов, и самое главное, онкопсихологов клинических, медицинских. И мы слово предоставляем Валентине Алексеевне Челковой, которая стояла в истоках этого направления в наши страны и продолжает носить колоссальный вклад и была награждена она за достойные награды. Поэтому вам слово, буквально несколько минут и большая просьба строго соблюдать регламент. Нам надо уложиться. Да, представьте, пожалуйста, руководство. Я уже представляла это руководство, и мне так хотелось о нём хорошо говорить, и долго, что я задержала всех с этим руководством. И онкологи мне даже говорили так, что как будто бы мы его прочитали. На самом деле они его ещё не читали. Но вот хочу показать, как оно выглядит. Я буду показывать или там. Так, вот эти пять минут, которые мне... Так, идут, идут минуты. Вот как будет выглядеть первая обложка этого руководства по онкопсихологии. И у этого руководства очень много авторов. Это многие сотрудники нашего института, около 16 человек сотрудников нашего института, плюс ещё авторы, которые не работают в нашем институте, работают в институте Бехтерева или работают в центре Горбачёвой, психологи и психотерапевты. Ну, если коротко, не знаю, видно ли... Так, ну вот здесь вот указано. Ну, поскольку наше руководство посвящено юбилею института и юбилею Николая Николаевича Петрова, можно сказать, что всё руководство посвящено вот этой впереди фразе, которая написана, вы её прочтёте, пока я говорю, принадлежащей Николаю Николаевичу Петрову, она как бы является такой эпиграфом для всего нашего руководства. Мы очень хотели бы, чтобы руководство для врачей, онкологов и медицинских психологов было бы востребовано и расширило бы их представление вот об психологии в онкологии. И вот в предисловии, которое написал Алексей Михайлович Беляев, вот посмотрите, он сказал, что мы надеемся, но вот мы вместе с ним тоже надеемся, что это руководство будет очень полезно для всех, кто занимается и практической работой, и исследованиями. Ой. Скажите, а что мне сделать? А, всё. Ну и я очень кратко хочу сказать, потому что у нас 15 глав, и те, кто познакомится с руководством, они познакомятся с этими главами. Единственное, что я хочу уделить внимание второй и третьей главе, если во второй главе это развитие психо-онкологии в мире, как эта дисциплина развивалась, то вторая, третья глава, она посвящена как это развитие вот этой же дисциплины, и психо-онкологии, и потом онкопсихологии, исключительно в нашем институте. Конечно, в других учреждениях тоже были свои истории, но учитывая 90-летие со дня рождения нашего института, мы сосредоточились на истории, как это было у нас в то же самое время, что было во всём мире. Ну и дальше у нас уже идёт часть такая психологическая. Я быстренько пролистаю. Вот очень интересная глава профессиональной психологической помощи. Мы говорим о психологической помощи психотерапевтов. А дальше идёт уже другая сторона. Вот что интересно в нашем руководстве, я считаю, что мы представили две точки зрения. Одна – взгляд на психологическую проблему психологов, медицинских психологов. Это один взгляд. И другой взгляд. Взгляд на ту же самую проблему врачей, психиатров, психотерапевтов и так далее. И если мы используем профессиональную психологическую помощь, не используя психофармакотерапию, то они в основном предлагают психофармакотерапию. И вот тоже предлагают различные, вот видите, вещи, которые можно... А, и вот так, немножко назад, потому что очень интересная глава 14, в ней речь идёт о ребёнке и его семье, который также страдает онкологическим заболеванием. Редкие такие вещи бывают. Ну и, наконец, заключительная глава – это перспективы развития онкопсихологии. Что ещё является ценным для нашего руководства – это приложения. В этих приложениях это начинающий онкопсихолог или врач-онколог, который начинает интересоваться проблемой, они получат здесь очень обширные данные, включая вот первые две, два приложения, это касающиеся... Нет, три. Первый – это глоссарий термин, второй, третий – это посвящён исключительно работе как бы врача, а вот уже четвёртый, пятый, шестой – это работе клинического психолога, как её лучше организовать, как лучше сделать, что можно использовать, какие тесты. И, в конце концов, вот самый последний – это шкала интенсивности переживаний онкологических больных, то, что мы используем в нашем институте. В настоящее время сегодня будет об этом доклад, об этом нас часто спрашивают, и как раз именно здесь есть рисунок его, и можно ссылаться на наш руководство, чтобы его использовать. И всё. Спасибо за внимание. Вот по поводу... Валентина Алексеевна, вы не уходите с трибуны, мы продолжаем работу. И следующий доклад – 10 минут регламента. Этапы лечения онкологического заболевания и принятия болезни пациентам. Пожалуйста, Валентина Алексеевна. Так. Ну, вот сейчас я, кажется, не хочу торопиться уже, не знаю, как получится. Меня всегда напрягает этот вот дефицит времени. И то, чему посвящено мое сообщение, это скорее размышления на тему. Размышления, которые рождаются или родились, когда мы анализируем нашу работу, рассматриваем нашу работу. Этими размышлениями я хочу с вами поделиться. Ну, в первую очередь, хочется напомнить вам, в чем, собственно говоря, состоит, как мы это понимаем, в чем состоит профессиональная психологическая помощь медицинских психологов, онкологическим больным. Я сейчас исключительно говорю о медицинских психологах, потому что сама являюсь медицинским психологом. Ну, во-первых, она направлена, должна быть, на адаптацию ситуации онкологического заболевания. Ну, и эта адаптация, если человек адекватно относится к ситуации онкологического заболевания, всегда в результате этого происходит снижение, мы на это рассчитываем, риска дезадаптации. Вот это как бы две стороны одной медали. На что рассчитано? Для чего психолог в клинике? Чем он может заниматься? Ну, традиционно мы знаем, что психолог, работая в онкологическом стационаре, чаще всего проводит свою работу, вот следуя по определенным этапам лечения онкологического больного. Ну, я хочу вам просто напомнить, диагностические, госпитализация, оперативное лечение предоперационный период и послеоперационный период, адювантная химиотерапия и другие виды адювантной терапии, лучевая терапия, выписка из стационара. Ну, конечно, это очень условно, потому что мы знаем, что кроме адювантной терапии после операционного лечения бывает не адювантная терапия, которая проводится до операционного вмешательства, и лучевая терапия нередко тоже проводится до операционного вмешательства. Мы это все понимаем, но это вот типичные такие этапы лечения, и на каждый этап, это очень важно, на каждом этапе есть свои психологические проблемы. И пациент, проходя вот все эти этапы, он постепенно разрешает эти психологические проблемы, в идеале, так вот скажем. И по мере продвижения по этим этапам у него формируется внутренняя картина болезни, опять в идеале, и в конце концов к выписке мы так можем предположить, что большинство из больных начинает принимать то заболевание, то злокачественный характер заболевания. И фактически это было показано клинико-психологическими исследованиями. Но однако же те же самые клинико-психологические исследования показали, что не всё так получается по этапам, как я сказала, ровно и гладко. В частности, исследование, которое было проведено Еленой Викторовной Пестеревой, больных с злокачественными лимфомами, выяснилось, что эти больные, у них принятие болезни происходит не тогда, когда они лечатся в стационаре, а у них приходит, чаще всего бывает тогда, когда у них уже рецидив заболевания. То есть такие особенности, которые говорят о том, что не всегда лечение, прохождение больного по этапам лечения сопровождается принятием его болезни. И эти вещи, когда мы об этом говорим, мы знаем, что есть адаптация больного и следование его по этим этапам лечения, они не всегда совпадают. И получается так, что чаще всего, когда психолог сопровождает больного, я даже, видите, слово упомянула, сопровождает, что чаще всего в стационаре, когда человек находится, то психолог сопровождает его, и задача психолога, конечно, состоит в том, чтобы улучшить состояние больного в стационаре и чтобы улучшить или подготовить больному к предстоящему лечению, будь то оперативное, будь то терапевтическое, то есть сопровождение состоит в том, что больной был готов проходить тот или другой вид лечения. Но в последние годы, хоть я вот здесь написала, что в настоящее время, на самом деле это не совсем настоящее, это немножко и прошлое время, в последние годы произошли качественные изменения. Во-первых, практически все больные информированы о диагнозе. Нет такого, что больной приходит на диагностическом этапе, ничего не знает, но на диагностическом этапе, правда, и сейчас не знает, но все больные, которые госпитализируют, они уже все знают свой диагноз. Вот это первое изменение, которое произошло в последние годы. И второе изменение – сокращение времени пребывания пациентов в стационаре. Этапы лечения больного в стационаре редуцируются, уже нет такого последовательного. Ну, я так говорю про наш институт, но я думаю, что это свойственно и многим другим медицинским учреждениям. У нас получается так, что больной находится на диагностическом этапе не в стационаре, а он появляется в стационаре, допустим, сегодня он поступает, завтра его оперирует, проходит еще 3-4-5 дней, его уже выписывают. И все остальное – химиотерапию или лучевую терапию – он проходит уже вне стационара. Хотя иногда он считается, что он еще находится как бы в стационарных условиях, но фактически он находится уже дома у себя. И вот это накладывает определенный отпечаток и на работу психолога с онкологическим пациентом. Ну, вернемся к первому, что процесс информирования о диагнозе болезни, вот мы должны знать, что он намного короче, чем процесс принятия болезни пациентам. И для того, чтобы принять болезнь, ему нужно время, время для переживаний. Вот я привела слова английской писательницы и философа Айрис Мердок, которая писала, что рассудок получает известие, которое страсть, ну, считай чувства, эмоции, да, не торопится читать. И суть происходящего лучше постигать, не торопясь всем своим существом. Но как же больной может эту суть происходящего, не торопясь, постигать, если у него все происходит мгновенно? Поступает, оперирует, выписывается. И получается так, что это настолько все сокращено, что и больной настолько он сосредоточен на самом факте сейчас, как можно быстрее и лучше лечиться, успеть подготовиться к лечению, что само понимание все-таки, что с ним случилось, вот на это им не уделяется время. Как сказал однам, ну, можно сказать, что так. Вот приведу пример одного. Вспоминается вот один пациент, который обращается когда к психологу, он, что он хочет, его запрос на работу, он говорит так, он лечится, и говорит так, хочу, чтобы все было так, как прежде. Возможно ли для онкологического больного, чтобы было все так, как прежде. Вот это вот переживание, переживание необратимости того, что происходит, это очень важно, это экзистенциальное переживание, у них на это нет просто времени. Или другая, вспоминается другая пациентка недавно, которая была, она сообщает так, меня накрыло на четвертой химии. То есть когда она уже была не в стационаре, она уже амбулаторно лечилась, она принимала химию, потом у неё была лучевая терапия, но её накрыло, то есть понимание того, что это всё гораздо серьёзнее, её накрыло на четвертой химии, когда она фактически с психологом уже не общалась, и она была выписана из стационара. И, конечно же, часть больных обращается к психологам, и я могу сказать, что, к сожалению, это может быть незначительная часть больных, которая понимает значение. Приведу другой пример недавней тоже пациентки, которая тоже проходила химиотерапию уже после операции, то есть тоже она уже была не в самом стационаре, она приходила в стационар только на химиотерапию. Но как у нас нередко бывает, больной приходит на химиотерапию, ему делают укол, он там какое-то время прибывает, несколько часов, и потом уходит домой. Вот эта пациентка решила обратиться к психологу, и она говорит о своем состоянии. Огромное чувство страха. Это тот страх, который, может быть, возник у нее еще как бы на предопределительном этапе, но это тот страх, который возник еще у нее в процессе госпитализации. Но поскольку он не был отреагирован, то он как бы был отложен вот на последующие этапы. И она говорит так, что я такое чувство страха испытываю, что мне хочется, вот мне просто хочется поместить себя в какую-то маленькую комнатку, совсем маленькую, но где не было бы страха. И мы знаем, что страх, она не найдет такой комнаты нигде. Страх у нее внутри, и это место, где можно справиться со страхом, это тоже у нее внутри, и это действительно психологическая работа. Но получается, что это как бы смещение по времени происходит. Далее. Так вот, мы должны понимать, что глобальная психологическая проблема, вот кроме прохождения всех этих этапов у онкологического пациента, это принятие злокачественного характера заболевания. Только принятие злокачественного характера заболевания позволяет нам работать со смыслом пациента. Для чего им эта болезнь? Помогает осмыслять болезнь. Если нет этого принятия злокачественного заболевания, то нет основы, что ли, для работы с экзистенциальными переживаниями. Но хочу напомнить вам, что в процессе адаптации к заболеванию проходит три фазы динамики, как мы считаем, психического состояния. Это первое, это самое трудное, самое мучительное. Это принятие злокачественного характера заболевания, затем собственная адаптация к заболеванию, возможность жить в этом. И, наконец, третье – это изменение реконструкции личности. Это вот та работа с экзистенциальными переживаниями. Что очень важно. Ну вот ко второму моменту подходим. Редукция этапов лечения больного в сценарии. Сейчас я немножко об этом сказала, но еще хочу сказать. Таким образом, что психологическая проблема каждого конкретного этапа лечения, если происходит эта редукция, не разрешается больным, несмотря на информированность о диагнозе. Переживания, связанные с принятием злокачественного характера болезни, нередко возникают, когда пациент уже выписан из стационара. И что может способствовать развитию дезадаптации. То есть отставленные реакции. Вот вам, пожалуйста, развитие хронического стресса, развитие посттравматического стрессового расстройства и так далее. Просто потому, что происходит смещение. И что можно сделать в этой ситуации? Ну, профессиональная психологическая помощь должна заключаться не только в психологическом сопровождении больного в стационаре, но необходимо ее таким образом организовать, чтобы у больного была возможность проработки переживаний в первую очередь и, естественно, принятия злокачественного характера заболевания. И мне кажется, было бы очень здорово, если бы на одном из таких заседаний, типа нашего форума, было бы здорово, если бы медицинская общественность, онкологическая общественность обратилась, не знаю даже куда, к кому, но чтобы можно было бы ввести психологическую помощь онкологическим пациентам в систему ОМС. Потому что пока психологическая помощь не в системе ОМС, то очень затруднено оказание ее на диагностическом этапе и на амбулаторном этапе. Потому что это всегда бывает для больного платно. И больной стоит перед выбором. Ему надо, но он не всегда готов платить. В силу разных, понятно, причин. Вот мне кажется, такие вещи нужно учитывать. Ну и, конечно, это накладывает особенную, но это уже как бы другая история, требования к профессиональным качествам психолога. Но мы об этом сейчас говорить не будем. Спасибо за внимание. Спасибо большое.